Подсоветское информбюро Войска Степного и Воронежского фронтов Сломили сопротивление противника И овладели городом Белгород Месяц тому назад, 5 июля Немцы начали свое летнее наступление Из районов Орла и Белгорода Чтобы окружить и уничтожить наши войска Находящиеся в Курском выступе И занять Курск Отразив все попытки противника Прорваться к Курску со стороны Орла и Белгорода Наши войска сами перешли в наступление И 5 августа ровно через... Курская битва стоит в ряду Величайших битв Второй мировой войны В это сражение с обеих сторон Было вовлечено более 4 миллионов человек Трижды герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб Рассказывает о том, как он сбил первый вражеский самолет Запись сделана летом 1943 года Воевать я начал в марте 1943 года В небе под Белгородом Стая немецких бомбардировщиков и истребителей Появлялись над нашими боевыми порядками Нам истребителям была поставлена задача Не допустить фашистских терятников Бомбить и штурмовать нашу живую силу и технику Был ясный летний день Восьмерка Лавочкиных поднялась в воздух И встретила стаю фашистских пиратов Я ринулся на крайнюю бомбардировщика и зажег его Остальные поспешили взросить бомбовую нагрузку Наглую своих хвост и ретировались в освоясь Это был первый стервятник, поверженный мною на землю В бою под Прохоровкой Герой Советского Союза, сержант Михаил Федорович Борисов Подбил 7 фашистских тигров Вышла из строя одна пушка Потом вторая Потом третья И вот какой-то момент наступил, когда Единоборство с противником, с десятками вражеских машин Вела только одно орудие, которое командовал Старший сержант Григорьев Гитлерцы решили, что батарея полностью подавлена И уже, в общем-то, в открытую Двинулись прямо к Прохоровке Ну а на батарее оставалось только трое Из 18 ребят Одного снаряда первого хватило, чтобы загорелся один танк Второго снаряда, чтобы загорелся второй Лежу несколько машин Вышли из лощины и движутся на полной скорости к нам Мы рывком пушку повернули влево Я подбил один танк Потом, когда подвел перекрестья панорамы Значит, в борт другой машины Нажимаю на спуск Не слышу выстрела Я кричу снаряд Не слышу никакого движения сзади себя И вот поворачиваю голову Красноносов у снарядного ящика Согнулся, его ранило тогда А жипа буквально в метре, что ли, от орудия со снарядом Тоже лежит Я, значит, к нему подбежал, выхватил снаряд Зарядил пушку Заприцелился снова и ударил по танку Он загорелся Особенно трудным был поединок с последним, седьмым танком До него оставалось каких-то метров 60, может быть, 70 силы Я просто грубо очень навел ствол пушки в танк И нажал на спуск Снаряд попал в лобовую броню И, естественно, рикшетировал Танк все-таки остановился Он не загорелся, ничего Но он дальше не продвинулся ни на метр Но он ответным выстрелом успел разбить мою пушку Я тоже был ранен И вот, как сейчас помню, кусочек этого синего-синего неба И где-то в этом небе летит, вращаясь, колесо от пушки Такой силы был удар Герой Советского Союза, маршал авиации Сергей Игнатьевич Руденко На Курской дуге командовал 16-й воздушной армией Ему приходилось часто бывать на переднем крае Чтобы корректировать штурмовые и бомбовые удары авиации У фашистов тактика какова была Они прорывают танками Выходят на районы артиллерийских позиций А как только прорвали танками За ними пехота идет, а то и на танках пехота И когда выйдет пехота противника на артиллерийские позиции То артиллерии нужно сниматься У них же нет большого количества штыков, чтобы отразить противника А на Курской дуге наши пехотинцы как засели Танки прорвались в глубину Там с ними расправляется артиллерия и наши танки А они сидят в окопах И отсекли пехоту противника Артиллерия, танки, авиация Это главная огневая сила Они больше всего, собственно говоря, и в боевой технике уничтожили И несмотря на это, все же таки главную роль в Курской битве Сыграла пехота Вот солдат с автоматом и с винтовкой И недаром пехота называется царица полей Любому человеку на смерть идти не очень хочется Но подготовка личного состава, партийно-политическая работа Перед битвой и в ходе битвы Она морально поднимала людей В том числе и полководцев Потому что, видя, как воин выполняет задачу И у полководца воодушевление появляется Новые идеи появляются Идеи такие, которые сможет выполнить рядовой И вот такое высокое моральное состояние Это тот сплав, который позволил полководцам и войскам нашим Выполнить те задачи, которые стояли на Курской дуге Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин